Приветствую вас, вы знаете, тут вот недавно вопрос был, похожая тема была, тоже ревность, тоже, значит, такое недоверие было, вот, ну, к партнеру, вот, и, вы знаете, мне понравился ответ моего коллеги, который сказал о том, что ревность, если она действительно есть, да, то есть это такое вот чувство, чувство тревоги, чувство неуверенности в себе, да, чувство страха, чувство покинутости, страх, вот. Возникает на самом деле не на пустом месте, да, вот. А, исключительно на том основании, исключительно на той основе, что когда-то вы упустили момент свой. То есть когда-то вы упустили в своих отношениях то, ну, о чем бы вы могли поговорить. То есть когда-то вы перестали быть близки, знаете, иными словами, когда люди встречаются и начинают сближаться, вот они сближаются, 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 между ними нарастает близость, потом происходит, как бы, максимальная, да, максимальная степень близости, и люди, по идее, так существуют. Понятно, что близость подобная является не какой-то такой статичной величиной, да, и она может варьироваться, да, то есть она может становиться чуть больше, чуть меньше, к примеру. Но, по большому счету, да, все равно у нее есть, как бы, свои такие, ну, ограничения, по большому счету, все равно у нее есть такие вот, насчет, ну, аспектов, скажем так, да, вот. Татанас, может видоизменяться, и когда-то в своих отношениях с мужем, вы пропустили этот момент, пропустили этот момент отдаления, и стали отдаляться друг от друга, со временем отдаляется все дальше, все больше, все больше, все сильнее, вот. И пока однажды это не вылилось вот в одно из проявлений, собственно говоря, ревности, да, то есть это вот недоверие, оно ширилось, 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 да, и однажды просто-напросто выплеснулось наружу. Почему выплеснулось наружу? Ну, потому что это нормальное, нормальное явление, нормальная история для любых отношений. Вот, и тогда абсолютно нормально. Большое спасибо моему коллеге, я должен должен сказать, за подобный взгляд, мне кажется, это очень хорошая позиция, мне кажется, это очень правильная позиция, и самое главное, что эта позиция проста, да, то есть эта позиция, она, может, показывает легко и просто, наглядно, в чем проблема? Проблема здесь и сейчас, в чем проблема? Значит, смотрите, мне видится, мне видится, ситуация, что вы склонны обесценивать свои чувства, знаете, вы склонны обесценивать свои чувства, вы склонны пренебрегательными, вот, вы склонны, возможно, зажимать себя, закрывать наши глаза, и из-за этого, из-за того, что вы, по крайней мере, вот, судя по тексту, производите впечатление человека, который, такой, знаете, волевой, такой, знаете, боевой, такой, знаете, вообще, прямо, прямо, сильный, прямо, вот, мировой человек, в общем. Вот из-за этого мужчина перестал видеть в вас женщину, то есть, возможно, с ним вы перестали быть слабой, возможно, с ним вы перестали пользоваться своими, ну, своими особенностями своего женского поведения, возможно, именно с ним вы перестали взаимодействовать, ну, возможно, вы перестали именно с ним, именно с ним взаимодействовать как женщина в большей степени, а стали взаимодействовать больше, например, как жена, допустим, как партнер, допустим, и так далее. Вот, а они заметили, как мужчина, который на какое-то время был, в общем-то, удовлетворен данной историей, как мужчина перестал это удовлетворять, как мужчина перестал получать от этого удовольствие, вот, как его это стало напрягать. Дальше, значит, вот вы пишете, когда я узнала, естественно, по глупости начала эмуниционировать и злиться, что он ездил к ней, мне не сказал. Смотрите, значит, у вас здесь есть противоречие, вот, в самом тексте, да, они, непосредственно, у вас есть противоречие. Какое противоречие у вас здесь? Ваше противоречие связано с тем, что, с одной стороны, вы говорите, что вы, естественно, начали эмоционировать, эмоционировать, а с другой стороны, вы говорите, что по глупости. Ну, то есть, здесь, как бы, возникает явный конфликт, да? С одной этой стороны, я эмоционирую и, вроде бы, понимаю, что, естественно, эмоционирую, а с другой стороны, я говорю, что это глупо, то есть, я себя обвиняю, я себя, как бы, одёргиваю, я говорю, нет, ты что, ты чего, Дарь? Дарь, ты что, Дарь, перестань, ты не можешь так себя вести, понимаете? Сейчас эмоции-то сдерживаются, но эмоции, как бы, подавляются, и по итогу, по итогу, вы, значит, эти самые эмоции, получается, сдерживаете, по итогу, получается, что вы, вас тут глаза закрываете, эмоциональное напряжение у вас продолжает расти, оно растёт, 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 и в какой-то момент времени, это выливается вот в виде такой истории, потому что эмоции, которые у вас есть, они не находят выхода. Вы не отвечаете за это сами, в силу ряда причин, каких я, конечно, сказать не могу, потому что, ну, я не знаю, истории ваших отношений, да, с мужем, и я не знаю вас, я не могу сказать, что именно происходит. Но, вот так. То есть, основная проблема здесь в том, чтобы вы стали более чувственны, чтобы вы стали более эмоциональны, чтобы у вас не было такого, что я что-то, что-то сделала по глупости. Ну, естественно, иногда можно так сказать, да, но, это должно быть, там, либо в шутку, либо, когда, откровенно, там, что-то вот такое, вы, ну, действительно, неадекватно сделали. Вот. А в остальном, в остальном история абсолютно нормальная. То есть, в остальном эмоции – это абсолютная норма. И это нужно учитывать обязательно. То есть, первое – подавление своих эмоций. Почему? Ну, тут, как бы, история может быть достаточно разнообразной, да. То есть, как правило, все это происходит, все это происходит в семье. То есть, в семье люди, значит, воспитываются по определенным параметрам, да, вот, по определенным направлениям. И надо сказать же, что если у вас, вот, в семье ситуация складывалась таким образом, что либо от нас потребовали подавлять эмоции, либо мотивировали, либо мотивировали эмоции, эмоции, чтобы всегда подавлять, и быть, например, сильной, если от вас этого прямо требовали, или поощряли, то вот, значит, готовая модель, значит, того, почему вы ведете себя именно так, а не как иначе, никак по-другому, да. То есть, здесь все достаточно просто, здесь все достаточно понятно. Ну и, соответственно, это могут быть какие-то другие моменты, соответственно, это могут быть какие-то другие аспекты, это может быть какой-то негативный опыт, ну, соответственно, неудачный опыт, вот. И так далее. То есть, вариантов, на самом деле, очень-очень много. Тут нужно исследовать. Но, совершенно точно могу сказать, что, вот, на ровном месте, да, то есть, просто так, этого не происходит. На ровном месте, просто так, кстати, не возникает. Поэтому, я надеюсь, что вы, вот, для, ну, для себя, да, я надеюсь, что вы, вот, этот вывод вы сделаете. Вот. Значит, дальше. Хорошо. Вы пишите, что он мотивировал тем, что боялся моей негативной реакции. Что происходит здесь? Значит, здесь происходит следующая история. Здесь происходит следующая история. Значит, негативная реакция, это мотиватор. С одной стороны, для мужчины вашего, не быть с вами честным, потому что он боится вас, ну, ну, расстроить, разозлить, да, и так далее. С одной стороны. С другой стороны, негативная реакция уже ваша, это запрет. Запрет, опять-таки, на выражение, ну, скажем так, допустим, ну, пусть это будет какая-нибудь детская позиция. Запрет на детскую, слабую позицию. Понимаете? То есть, опять же, тот факт, что вы боитесь, точнее, что мужчина, не вы, а мужчина, боялся негативной реакции вашей, говорит о том, что доверия между вами нет. Что он не может вам всё сказать, как есть, ну, как есть, например, на самом деле. Что вы, возможно, тоже не можете иногда высказать то, что вот, ну, то, что вам, то, что вас волнует, то, что, то, о чем вы переживаете и так далее. Понимаете? Вот. И это, по сути, по сути, ну, одна из серьезнейших проблем. Да? Потому что, как бы, вы, по сути, что? По сути, вы не естественны в отношениях с мужем. Вот. То есть, в какой-то момент времени вы, значит, были естественны. В какой-то момент времени вы стали естественны. В какой-то момент времени вы раскрывались своему мужу и не боялись этого. А потом, соответственно, вы этого, это делать перестали. Ну, по ряду причин. То есть, тут, как бы, на мой взгляд, да, нужно только смотреть. Дальше. Значит, еще, как указал мой другой коллега, Кудрышев Игорь Леонидович, что ваша ревность показывает, что вы излишне концентрируетесь на своем мужчине. Прямо излишне вы концентрируетесь на своем мужчине. То есть, для вас он, значит, ну, больше, чем, собственно говоря, нужно. Больше, чем необходимо. Больше, чем, ну, скажем так, больше, чем, вот, того требует норма. Больше, чем это в норме должно быть. Почему так? Из-за чего-то? Это уже вопрос. То есть, тут нужно исследовать вашу личную жизнь. И личную жизнь совсем не в том смысле слова, да, что личная жизнь, это жизнь с кем-то. Потому что, если личная жизнь, да, то это обязательно жизнь, ну, связанная с кем-то. Это не так. Личная жизнь, если это личная жизнь, это жизнь личности. Вот. Жизнь личности может быть связана с кем-то из людей, да, личная жизнь личности может быть связана с тем-то из людей, но не может из людей делать цель, не может из людей делать саму цель, понимаете? Поэтому, скорее всего, у вас недостаток именно в личной жизни, в таком понимании, в таком контексте. Вот. Отсутствие, грубо говоря, собственной значимости. Опять же, здесь нужно исследовать, смотреть изменения вашей жизни там, ну, в последнее время, возможно. Вот. Дальше. Значит, ну, тут, может быть, еще страх одиночества, ну, вот, но это нужно исследовать. Опять, да, то есть мне не хотелось бы как-то вот гадать слишком сильно, да, потому что я так, и так, гадаю. Дальше. Теперь я чувствую себя неловко, поскольку выразил огромную ременность и великую значимость этой женщины, и в его глазах так жутко показываю ременность. Ну, вы знаете, неловкость, мне кажется, здесь не более чем рационализация, потому что в действительности вы просто себя стыдите за свои чувства. По действительности вы себя стыдите за то, что позволили себе, вот, собственно, ну, такую эмоциональность излишнюю. Вот. Я думаю, что делать все оно именно в этом. То есть дело в том, что вы кормите себя за то, что настолько вот эмоционально себя проявили. А то, что вы, значит, ну, придали значимость женщине, что нет, никакую, никакую значимость вы женщине придать не смогли, потому что дело ведь не значимости. Да, то здесь еще одна ошибка. Когда человек ревнует, да, он ревнует не потому, что партнер какой-то особенный, да, там, другой, третье лицо какое-то другое. Он ревнует, потому что партнер делает что-то. А что именно делает партнер? Ставит под угрозу вас. То есть в данном случае муж поставил вас под удар. Ну, вы так посчитали, по крайней мере. Вот. И все. И это вас выбило из клей. То есть ни о какой значимости лично идет. Именно в нашем. Никакая, никакая значимость здесь вообще ни при чем. Вот. И причем только ваше ощущение безопасности и, значит, то, как вы себя обезопасили. Вот. И все. Поэтому здесь, опять же, у вас есть некие установки достаточно такие, ну, скажем так, ложные, которые, на которые вам нужно обратить свое внимание самое пристальное. Вот. Дальше. Значит, подскажите, пожалуйста, как исправить теперь ситуацию? Ну, исправить ситуацию, в смысле исправить, в смысле починить, да, невозможно. Это я скажу сразу и без обвиняков. Исправить ситуацию в смысле починить невозможно. Почему? Потому что то, что произошло, показывает, что у вас есть, ну, скажем так, определенные сложности. Что вы в действительности не такая, какой, ну, какой хотите, какой пытаетесь, значит, себя показать. Вот. Вы в действительности не такая. И это ключевой момент. Это ключевой фактор во всей истории. Вот. Поэтому, да, мужчина узнал вас с новой стороны. Мужчина, возможно, понял, что вы в действительности не такая, например, ну, допустим, скажем, не такая боевая. Вот. Мужчина понял, что, оказывается, и вам, там, тоже, например, может быть больно, вам тоже может быть тяжело, вам тоже может быть... Ну, вы тоже можете испытывать ревность и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Он допонял, теперь он это знает, и вам нужно теперь активно это проявлять. То есть, конечно, можно, можно попросить у него прощения. Надо попросить у него прощения за то, что вы, ну, грубо говоря, не высказывали вот этой вот, скажем, ну, позиции раньше. То есть, что вы не высказывали, ну, то, что вам, там, тяжело, больно, то, что вам, там, не знаю, что-то неприятное, то, что вам, там, что-то, ну, дискомфортное, да, и так далее. Вот. Вы можете попросить у мужчины прощения за это, вот, сказать, что вот, да, ну, вот я в какой-то момент, да, я перестала быть искренне, да, в какой-то момент я, там, стала тебя, там, грубо говоря, ну, не знаю, обманывать, да. Там, может быть, не только тебя, да, но и себя тоже, тоже начала обманывать себя. Вот. То есть, тут, конечно, вам лучше бы максимально, вот, искренне, опять же, себя проявить, вот. Вот. И взять на себя часть ответственности. Вот. Ну, опять же, можно спросить, да, то есть, как бы, по реакции своей, например, а вот, ну, вот, а ты вообще, вот, как часто боишь мою реакцию? Как часто? Как часто? Ну, понимаете. И, собственно, если вы, вот, поговорите, да, если вы, ну, обсудите эту историю всю, если вы, как-то вот исследуете это, что, то вполне возможно, что шансов у вас уже будет больше. Вполне возможно, что вы станете ближе, вы станете искренними друг другу. Вот. И всякая необходимость мужчины, значит, ну, всякая необходимость для мужчины, там, проводить время, проводить свое время с кем-то, да, лично, лично отпадет. Потому что он же вас любит, он же помнит, какая вы была, какая вы были раньше. Вот. Ну, и вам, если честно, тоже не мешает вспомнить, какая вы были тогда, на, ну, вот, на тот момент, когда вы стали вместе, на тот момент, когда вы начали встречаться и так далее. Вот. Было бы очень плохо, если бы вспомнил. Вот. Поэтому ситуацию исправить, в том смысле, что вернуть ее, значит, ну, вот, к тому, как было, да, на мой взгляд, нельзя. Да, это и не нужно. Потому что, если, 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 если бы вы, если бы вы смогли вернуть эту ситуацию, да, то, что бы повторилось вновь, ибо, ибо именно ваше поведение, именно ваше поведение, именно ваша модель такого поведения, да, и привела, да, по сути, это дело, к тому, что мужчина начал проводить время не с вами. То есть, зачем ситуацию исправлять, зачем возвращаться обратно, эээ, к той форме взаимодействия, которая привела, к, эээ, ну, к определенному негативу, да. А, вот, зачем, зачем, я не думаю, что это хорошая идея, поэтому, поэтому, мне кажется, мне, эээ, видится здесь то, что вы не сможете ничего исправить, вы не сможете ничего, эээ, вернуть, как было, потому что вы уже себя проявили, вы уже себя показали, и это, че, здорово. Ну, это, черт возьми, здорово, это, черт возьми, эээ, прекрасно, потому что мужчина теперь, может быть, эээ, лучше вас знает. Другое дело, что, эээ, очень важна форма, понимаете, очень важна форма, чтобы форма была именно объективной. Эээ, дальше, как вызвать у него интерес ко мне, как к женщине? Эээ, ответ на этот вопрос достаточно простой, эээ, перестать быть доступной для него. То есть, просто, ээээ, перестать быть для него доступной. Вот, я сейчас не шучу, я сейчас, эээ, говорю абсолютно ээээ, серьезно, да, я сейчас говорю абсолютно серьезно, что вам нужно стать для него, ээээ, именно недоступной. Вот. То есть, ничто так не, эээ, освежает интерес, как недоступность. То есть, для этого нужно сделать то, что, в общем-то, сказал мой, ээээ, коллега. Вот. То есть, для этого нужно просто-напросто, эээ, заняться, эээ, больше собой, да, своим, ээээ, личностным ростом. Вот. И, эээ, чтобы, эээ, меньше внимания уделять вот этому, вот этой вот всей, ээээ, истории, когда, ээээ, вы чересчур, ээээ, значит, ну, чересчур, например, нуждаетесь в мужчине или чересчур, ээээ, близко его к себе держите, вот, чересчур, ээээ, активно его, эээээ, значит, как-то, вот к себе, пытаетесь привязать. Вот. Эта позиция, она, ничему хорошему не приводит. Не приведет. Точнее. Точнее. Вот. Ну и, в принципе, еще раз повторю, да, все, что мой коллега сказал, эээ, по поводу личностного рост, это все, эээээ, значит, справедливо, да, и для, ну, и для моего ответа. Точнее, в принципе, все справедливо. Вот. Ээээ, значит, идем дальше. Ээээ, так, я, похоже, цену набила своим поведением. Ну, соответственно, никакого, ээээ, ничего не набили. Ээээ, так, ну, по поводу измены, да, давайте посмотрим. Значит, коллега, ээээ, Александр, эээ, говорит о том, что, ээээ, значит, это то, что случилось. То есть, это по самому худшему ээээээ, сценариум controversy происходит. То есть, реально столбительно подразумевает ээээ измену, поэтому коллега здесь говорит именно о о том, что могло произойти вот в самом худшем случае. А, то есть, по сути, коллега утверждает, что если вы допустили тот факт, что партнёр вам, ну, к примеру, ну, что партнёр нечестно себя ведёт, если вы начали ревновать, то это значит, что вы подозреваете измену. Вот, и значит, то, что делает мой коллега здесь, да, это просто он вот, скажем так, ну, предупреждает. То есть говорит о том, что вот уже могло случиться. То есть исходить из слова, да, вы своего мужа считаете кем изменником или нет? Если быть не изменник, то по какой причине тогда вы его ревнуете, если ваш муж не изменник? А если вы решили, что он изменник, то, так, а, тогда, зачем, зачем тогда вы с ним, если он изменник? Вот, здесь прослеживается логотерапия. Это одна из форм такой логотерапии, скажем так. Вот, на мой взгляд, это такая история. Поэтому вы, я полагаю, и не поняли, ничего зато, вы подумали, что коллега, что как, ну, как будущее предсказывает? На самом деле, конечно же, нет. Вот. Что тут такая, что? Дальше. Вот. Ну, соответственно. Мужу я почему-то верю. Вы знаете, в вашем почему-то верю мужу, я улавливаю, вот, именно в вашем вот этом почему-то верю мужу, я улавливаю перенос своих чувств на него. То есть, мужу вы верите на основе интуиции, да, вот, интуитивно вы мужу верите, что, в общем, хорошо, что, в общем, хорошо, а себе вы не верите, что, в общем-то, не очень хорошо. Потому что получается, получается, что своим мужем, да, вы заменяете, вы заменяете свое отношение, своим мужем вы заменяете, ну, свою эмоциональную жизнь. А это абсолютно не является приемлемым для, ну, для человека, да, и если этот человек хочет выстраивать здоровые отношения. Поэтому, меньше верить в мужу нужно, больше нужно верить в себе. Тогда вы увидите, как вам станет легче верить другим людям. А когда веришь другим, но не веришь в себе, то кажется постоянно, что другие могут обманывать. Ну, опять же, это вопрос доверия себе, да, это вопрос принятия себя и своих чувств, своих чувств. И причин, прикиньте, по которым вы этого не делаете. Причин, по которым у вас это отсутствует. На этом все, надеюсь, что помог вам. Я, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. До встречи. Пока. Продолжение следует...